Здарова, народ! С вами Кинник и это игрушка по дозаням Фростбор. Настал момент истинный, когда я вкачиваю все-таки этого архимага. Это пятый класс, это который будет идти среди всех, которые имеют такой навык. На самом деле многие будут из вас сейчас писать, что типа смысл от него вкачивать и так далее и тому подобное, но я хочу просто тест-драйв устроить и посмотреть, что где да как. Сегодня мы посмотрим, что зачем, почему нужно, стоит качать, не стоит качать. Вообще данный класс только предназначен для, ну это мое опять же личное мнение, только предназначен для PvP, поэтому в PvE его явно кто-то не использует, а используют люди, которые немножко не понимают. Вот, короче, итак, пятый класс. Единственный, который вообще среди всех классов, которые имеют пятый класс. Специализируется на легкой броне, господа, кто еще не знает. Специализация у него идет на легкой броне, еще раз посмотрим, на легкой броне. Пятый архимаг нам дает плюс 60 урона, а не 40, и здоровье 75, а не 50. Насчет обилок я бы не сказал, что это прям топ, потому что перезарядка, во-первых, будет идти 45 секунд на петушков. Вот. И на 6 секунд немножко дольше их держит. Ну, не знаю. А по кровлоке это стелс. Стелс, который длится 20 секунд, он перезаряжается быстрее. Ну, на данный момент он написан на 1 минута 30 секунд. И так, если я ее тоже заюзаю... А, нельзя заюзать. Забыл, что я в хеме. Ее, если заюзать, то реально она таки есть. А потом щит. Ну, он вообще никак ничего не сдаст. Просто он есть. Ну, типа, вложите 30 кусков и получите просто щит. Ну, я не знаю. Ладно. Короче, я все задания сделал уже, все прошел. Рунок у меня здесь вообще никаких нету, поэтому не стоит тут разлаголобольствовать. И давайте займемся. Специализация также вон на посохах. Посох, ну, я так считаю, что тут, конечно, будет идти гнев, потому что других вариантов я пока еще не придумал, либо пока еще игра не выпустил. Конечно, можно взять легенду. Либо посох, а уж плюс 60%, но все-таки со счет своей скорости это идет одна из топовских. Плюс ко всему, если одеть шлем, если одеть вот этот новый сет, как я забыл, заглянателя, также неплохая броня получается. 90 брони, 38 демеджа, но это я сейчас под банкой, но нахожусь в другом месте. Дальше, опять же, наш медведь спасает у меня идет как на громилу, так и на боевого мага, поэтому, в принципе, уже что-то можно и чем-то радоваться. Так, поехали. Выбрать. Оп, оп, оп. Добро пожаловать в наш мир. Огненный, ой, огненный маг, хотел сказать, господи. Архимаг. А почему она не открывается? А вот сразу. 305 хп у меня получается, да? 305 хп, 44 демеджа. И что? Давайте все-таки его тоже затестим, посмотрим. Ребята, располагайтесь поудобней. Я пока вот это вот все выкину, пускай лежит только здесь. Посмотрим, что, как и чего. Вот этот сет вообще мне реально нравится, он такой прям смотрится прям под Архимага. Весь такой весь светится. А если на медведя, так вообще у меня медведь какой-то синий. Это может потому, что я под банкой. Смотрите, у него неонка такая снизу. Ну, реально какой-то такой весь синий бурый медведь. Ладно, поехали, посмотрим, что там нас ждет. Пока зелька есть, да? Все, let's go. Пвп на Архимаге. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok